И всем привет ребят, с вами StarBank, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня у нас в игре появились новые обновленные вооружения и сегодня мы готовы протестировать одну очень интересную пушку. Мне уже сказали о том, что эта пушка себя очень и очень неплохо показала в матчмейкинге уже на сегодняшний день и это конечно же пушка Гаусс, которую очень сильно видоизменили. Теперь сводка по противнику залетает супер быстро, при этом перезарядка ее довольно таки долгая, но в целом Гаусс заиграл новыми красками и сегодня мы посмотрим его, убедимся в этом я очень сильно надеюсь и постараемся максимально четко и грамотно реализовать эту замечательную пушку. Что касаемо корпуса, на каком же сегодня мы сыграем с этой пушкой, я думаю, что это будет Викинг и по дрону, ну давайте начнем с Кризиса, потом возможно переоденемся на Гипериона. Давай посмотрим на Гиперионе, как будет оно себя показывать, но в целом интересно именно посмотреть на то, как работает механика нового Гаусса. Ну и по устройствам я думаю, что начнем с пробитием, если будет иммунки от пробития, то возьмем Эмми, если не будет, то в принципе на нем мы полноценно поиграем. Пикаем быстрый бой, особо ничего выбирать не буду, смотрим, смотрим и надеемся на то, что сейчас нам удастся полноценно и очень быстро и эффективно реализовать эту жесткую комбинацию. Поэтому пробуем, запикиваемся сразу в первую катку, это штурм за деф, штурм за деф, ну и пытаемся делать одну очень важную вещь, а именно выдавать сначала первый выстрел по противнику и второй выстрел уже кидывать со сводочки, дабы у нас полноценно залетал ваншот по танку, если он не прожимает аптечку. Сводка у нас крайне быстрая, поэтому все, что вам нужно сделать на новом Гауссе, это дать обычный выстрел, чтобы противник уже стал ваншотным и добавлять второй, чтобы его просто уничтожить. Также сводку можно использовать эффективно, если вы видите несколько танков рядом, да, то есть вы тогда быстренько можете эту сводочку реализовать, ну и вы видите, что уже, уже, уже резисты, уже пошли резисты от Гаусса. А когда появляются резисты от этой пушки в нашей игре, это говорит нам о чем? Правильно, о том, что эта пушка после обновления ее стала себя показывать супер жестко, нифига себе с 3000 урона с одного выстрела с одной тычки, так, пробуем сводку, но она прям супер быстрая. 2200 урона с кризиса залетает, ну, это бодряк, это бодрячок и добавочка, отлично, 2000 урона, вообще кайф. Да, сводка долгая, ну, вернее, я имею ввиду перезарядка, сводки долгая, но когда ты со сводки, блин, вот это сейчас плохой был выстрел, нулевой урон. Но когда ты со сводки ваншотаешь, ваншотаешь противника легкого, а среднему даешь тычку и потом его добиваешь, это выглядит супер круто. Кстати, мы играем в штурме уже с обновленными доставками за флаг, да, то есть теперь у нас за доставку дают 10 очков, что увеличивает сильно шансы на победу противника за атаку, потому что по статье у нас до этого, ну, было, наверное, все максимально плохо с точки зрения того, что деф выигрывал намного-намного чаще. Сейчас этот моментик решили чуть-чуть подправить. Так, ну, 7 киллов у меня, что я могу сказать по первым 3 минутам? Ну, чувствуется, чувствуется то, что Гаусс стал другим, Гаусс стал совсем другим. Это немножко другая уже пушка, с такой-то сводкой она будет смотреться куда интереснее, только главное самое это то, что вы должны стараться выдавать сначала первый выстрел, ну, либо если вы, конечно, тут под хорька какого-нибудь пикаете, то можно в хорька, в принципе, и сводочку сразу тушить. Но если это какой-нибудь средний танк, либо вот как этот паладинчик, а, ну, он аптечку прожимает так, но, блин, не успел я ему дать, к сожалению, но, благо он в минус упал. То просто сначала даете обычную ему тычку, потом следующим выстрелом уже даете сводку. Если это хоппер, то можете сразу давать сводку, это будет ваншот, любой танк, который имеет 2000 хп, то есть именно легкий танк, вы будете ваншотать без никаких проблем. Ну, а что касаемо средних и тяжелых, то здесь вы даете тычечку и потом добавляете сводочку. А-а-а, тяжелый не слил я так, тяжелый танк так не слился, а-а-а, ну ладно, ничего страшного. О, Васпику, нет, не получилось. Так, у меня есть тубердрайв, по сути, было бы неплохо сейчас его попробовать реализовать. Было бы неплохо попробовать его реализовать. Так, Васпик улетает, блин, доставляет. Уй, хорошая, вот такая вот сводочка, блин, в осадочке, я думаю, что Гаусс будет сейчас смотреться очень круто. Прям безумно круто будет в осаде смотреться Гаусс. Это прям будет ультра топовая темочка за счет такой сочной сводочки, если противник еще будет кучковаться. Я думаю, что реализация пойдет прям супер сочнейшая. Так, ну мне надо овердрайв где-то прожать, что пока что что-то как-то я особо тайминга здесь не вижу на прожатие овердрайва. Ну, давайте даем такой легенький. Ой, и 2700 залетело. Ну, нормально, пойдет, более-менее. Если бы я его еще быстрее бы реализовал, был бы вообще топчик. Блин, ну это быстрая сводка, это что-то с чем-то. Это что-то с чем-то, когда ты вот настолько быстро сводишься. В моменте это может очень сильно зарешать. Особенно, если ты играешь как кемперный танк, а не как танк, который пушит зоны. Да, то есть, если вы стоите за каким-нибудь открытием, даете быструю сводочку и потом выкатываете, добавляете. С такой сводкой это работает на ура, я уверен в этом. За 5 минут у нас 17 киллов. Для такой катки, наверное, это неплохой результат. Ух, как жестко сейчас залетело по этому васпу. Так, здесь сводочка угла мне хватит? Не хватит. Ладно, надеюсь, что наши там салют. Блин, не сливают. Плохо. Сводка быстрая, при этом срывается эта сводка тоже крайне быстро. Аптечку вжимает. Ой-ой-ой. Опасно. Опасненько. Ладно. Даем ему пробитие. У него уже аптечки нет. Добавочка есть. Еще и успевать можно теперь полноценно добавлять гаусса. Так, викинг АФК стоит, но... Что, у меня АФК? Вон АФК стоит. Он, оказывается, там накидочку делает плотную. Блин, ну, прикольно. Прикольно, что я могу сказать? Прикольно. Я, наверное, не ожидал такого гаусса. Хоть и вчера, после того, как я прочитал его изменения, я, ну, был приятно, наверное, удивлен. Да, потому что я, вот, например, говорил о том, что у нас сейчас есть суперметовые пушки и суперметовые устройства на эти пушки, да? И здесь был вопрос такой. Будет ли Орек нерфить эти хорошие пушки? Либо же он просто будет другие пушки приравнивать и делать их балансными? Да, то есть, например, как гаусс, как рельса, как... Ну, что у нас? Смока, да? То есть, вот такие пушки. Он будет их в мету вводить? Либо же он будет нерфить, например, того же рикошета грома. И он решил пытаться грамотно и четко приравнивать эти пушки к мете. И это очень грамотный мув, когда ты не нерфишь ничего, а ты пытаешься именно сбалансить пушки, которые с этого баланса пока что не дотягивают. И с такими моментами у нас появится намного шире пул на выборку вооружений в бой. Да, то есть, вы, например, будете заходить, да, и вы понимаете. Так, рикошет с гелиусом жесткий, гром с определенными устройствами, там, либо на дальность, либо на сплэш урон жесткий. Гаусс там уже неплохой, да? То есть, вы смотрите, там, есть резист от такой пушки, есть резист от такой пушки, и сразу делаете уже выборку в пользу той пушки, от которой нет резиста. Да? И это, ну, прям очень сочная вещь. Очень сочная вещь. Когда у вас есть такая возможность, а не когда вы знаете, что у вас есть там только гаусс, который нагибает, и, ну, там, ой, гаусс, говорю, только гром и рикошет, да, и все, и вы сидите на этих двух пушках. Поэтому я очень сильно надеюсь, что на гауссе мы не остановимся, и примерно в баланс будем добавлять и все другие пушки, чтобы у нас была очень широкая выборка, и чтобы мы могли показывать, как раньше это было. Я помню, один период времени был очень сильно жесткий, когда, ну, наверное, практически все пушки были в примерно одинаковом балансе. Это еще было со старыми овердрайвами, когда все овердрайвы корпусов имели единый овер, как у диктатора. Как у диктатора, теперешний овердрайв дико. Поэтому гаусс, гаусс, уже на сегодняшний день это не слабая пушка, это не та пушка, от которой нету смысла, и это полноценно, наверное, ну, супер мета, супер мета. То есть 28 килов из такой катки говорит нам о том, что, ну, это не старый гаусс, от которого не было смысла, и давайте мы сыграем еще одну катку, и это, конечно же, будет режим осада, потому что я, исходя из вот этого боя, для себя четко понимаю, что в осаде он должен показывать супер хороший результат. Ну и по корпусу я сразу беру ареса, викинг, хотя можно и викинг оставить, в принципе, пофиг. Попробуем, если что, переоденем иммуночку от Эмми, потому что знаю, что в осаде большое количество игроков как раз-таки используют иммунитеты от пробития, поэтому я думаю, что осадочка будет хороша с Эмми и Гауссом, но если вдруг будет иммунки от Эмми, тогда можно будет и переодеться и на пробитие. Ну и по дрону попробовать Гипериона. Ну ладно, оставим пока что Кризис. В принципе, сейчас Кризис уже в пуле намного чаще у игроков появляется, но и сама реализация с Кризисом этого Гаусса, я думаю, что будет поинтереснее смотреться. Но давайте все-таки возьмем Гипериончика, пока нас не закинуло. Я бы чисто так побуду, посмотрим, какие цифры будут вылетать с ним, потому что, ну, с Кризисом, понятное дело, что оно будет вылетать больше, и оно будет вылетать сочнее. Но, быть может, и на Гипериончике сейчас получится показать хороший результат. Нас что-то очень долго не закидывает, уже минуту 15 у нас прошла. Помимо Гаусса у нас сегодня произошли еще другие интересные изменения, о которых я думаю, что также в будущих ближайших видеороликах мы эти все темы раскроем и покажем, да, именно игровую тематику. Но сегодня такая вот тюгитта Валерчиковская. Так, давайте надеемся на то, что хорошая карта у нас, и то, что нет резов от Гаусса. Но я вот из первой катки уже увидел, что ребяточки начинают одеваться от Гаусса. Раньше у нас резов от Гаусса в матчмейкинге я особо не видел. Так, шикарнейшая карта. Это Соликамск, и все, что нам нужно делать, это давать сначала плотную тычку по противнику. Бах! Ой-ой, скрита залетела, ну тогда можно его и добить уже. Так, давайте сводочку. 1800. Так, что у нас по иммункам? Эмми пробитие, эмми пробитие. Пробитие, пробитие. Ну, плюс-минус, короче, наверное, с этим останемся устройством. Так, ну и просто бутскаем тычку, бутскаем тычку, бутскаем сводку. Играем по аккуратной схеме, ну и играем в контроль точек. Да, то есть в контроль именно точек осадовских. Правильно, еще одна сводка, и еще одна сводка по иммунитету. Ну, грустновато. Можно даже, наверное, в моменте тогда и пробовать адреналинуса. 1700. О, вот такая сводочка уже более приятная. Залетела. Ой, хоро... А, теперь еще и критом, обычным выстрелом же у Гаусса срабатывает статус-эффект. Блин, так это вообще крутая вещь. То есть вы можете на постоянной основе накидывать обычные тычки. С крита даете вкусную тычку с статус-эффекта. И сразу же добиваете следующей тычкой. Блин, ну это круто. Это круто. Но в моменте, когда противник там аккуратно пикает, либо их несколько танков сразу рядом, то даете сводочку. Вообще четко. Блин, мне нравится эта идея. Эта идея прям супер круто смотрится. Здесь сразу добавочку. 3400 залетает. Тут у нас Викинг. Шаптик. Все пикают. Могут отхватывать. Вкусные тычули. Так, ну, обычным выстрелом, я думаю, мы уже добиваем. Ай, зря я овердрайв. Куда я овердрайв жму? У меня хопа вообще нету. То есть мне еще там спину накидочку делают. Так, ну ладно. 50% съела. Ну, в связи с тем, что у нас быстро так копится. 3400 со сводки по бездашному танку. Блин, ну это вкусно. Это вкусно. Это вкусно. Это то есть по тяжелому, например, аресику, да, одну обычную тычулю даем и потом добавляем сводку. Два танка рядом. Сразу сводочку. Бах! 3400. Отлично. И второму сплошу 800. Вообще бодряк. Сводочку. Бах! 1800. И наш тиммейт должен сейчас быстро доработать. А, там и Мункова молодого. Блин, ну прикольно. 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 Можно придумать, как реализовывать эту тему. И, например, если сейчас в матчмейкинге будет большое количество аресов, например, того же Грома, то взять такой Гаус на ту же Осаду, я считаю, что это неплохой вариантик. Но, понятное дело, что это, ну, например, Осада это арес. Это железный арес, да. То есть то, что я сейчас играю на Викинге, это не значит, что Викинг лучше, чем какой-то другой. Корпус, да. По мне, Осада это арес железный. Прямо железный. Просто железобетон. Это арес. Поэтому, то, что мы сейчас играем на Викинге, это, ну, больше просто обзорчик на работу Викинга. Но, в моменте все равно можно даже со сводочки вкусно накидать. Ну, бодряк, бодряк, бодряк. Мне нравится. Мне нравится реально то, что сводка это такая быстрая. То есть, если раньше со сводки у вас не было возможности. сводиться столь быстро и противник там успевал где-то откатить, где-то убежать, да. То теперь вы даете сводку, потом чуть-чуть курите бамбу лейлу и все. И потом влетаете опять с вкусной тычкой. Ну, это круто. Это очень круто. Это очень круто. И я надеюсь, что большого количества резистов от этой пушки у нас в ближайшее время не будет. Так, давайте. А, почему-то сводочка не шла в ту зону. А обычный выстрел залетел. Что-то я не понял. Так, а почему у меня без урона сейчас тычка пролетела? Не понял, приколдесса. Ой, хорошо. Тычку дал. Сводочку добавил. Ну, идеально. Идеально. Просто идеально. Ба! 3 400. Туда его. Просто туда его. Еще добавить. Блин, ну тут из-за трупа, конечно, свестись уже потяжелее будет. 15 киллов у нас. Ну, не сказать, что супер какие-то безумно большие зыбры, но... Но это совсем другой гаусс. Совсем другой гаусс. Совсем. Я думаю, что здесь бы на грамме бы, но если резов не было бы, то можно было бы за это время, ну, наверное, каких киллов 20 тушить. Но чуть больше было бы, да? Но если были бы резы, то вы бы уже эти 20 киллов не дали. Так, соответственно, уже этот гаусс был бы интересен. Так, по квинсу. Ой, не хотел тычку ему дать. Давайте сразу быструю сводочку. Ну, так вот. Вот так вот легко. Очень легко. Прям максимально легко. Максимально легко вы делаете работку. Добавочку сразу овердрайв. Шары летят. Флэшик вкусный. Бодрячково. Двадцатка есть, контактик. Ну, и у нас уже шесть точек. Очередная быстрая катка. Только та была, например, катка в обратку. Эта катка уже в плюс нам. 1100. 670. Обычный выстрел. Иногда обычный выстрел без добавки. Иногда обычный выстрел с такой вот добавочкой на 3400. Там в меня карпиончик. Сувелся. Ничего страшного. Бах, тычка. Бах, добавкин. Бах, добавкин. 3400. Ой, хорошо. Очень хорошо. Ну, прям супер. Так, еще добавочку. Успею? Вести не успеваю. Ладно. Ну, что я могу сказать? 4-4 говорят нам о том, что этот Гаус стал суперметовым. Прям безумно метовым. И я думаю, что с ним в таком виде можно будет показывать очень хорошие результаты. Ну, в приоритете, я думаю, что это осада. В приоритете это осадочка. Потому что со сводками кучи. Да, то есть, если будет плотная катка, сколько много урона раньше можно было наносить, когда Гаус был неплохой. Ну, и с таким обновленным, я думаю, что это будет суперкруто. Ну, понятно, дело по дронам кризис будет пободрее за счет того, что у тебя повышенный урончик есть. Да. Можно, конечно, пробовать с Кемпером. Кстати, Кемпер, наверное, неплохо будет смотреться. Если интересно, напишите по этому поводу. Запишем обзорчик с Кемпером тоже на этом Гаусе. Потому что тут, как бы, такая сводочка интересная. В принципе, наверное, на большом расстоянии это должно работать. Должно работать. Как-то так? Пробуйте! Мне очень понравилось. Я даже сказал бы, что я удивлен. Я удивлен тем, что Гаус стал настолько интересным. Поддержите видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Не забывайте также про тег создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунте Кема личный тег. Это тег Тимп. Устанавливайте его. Поддерживайте меня. И участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов. И на 20 тысяч танкоинов. Итоги которого будет уже буквально через неделю. Поэтому успевайте участвовать в этом замечательном розыгрыше. Но у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.